В парке центрального района Барнаула 17 ноября заработает каток. На территории будет работать прокат, где можно взять коньки по ценам прошлого года 90 рублей в час. Если горожане придут в парк со своими коньками, то целый день катания им обойдется в 80 рублей. А между тем в Барнаул совсем скоро приедут легенды советского и российского хоккея, сообщает Полицебру. Приглашение приняли чемпионы Олимпийских игр, победители мировых и европейских чемпионатов в составе сборных СССР и России Сергей Бабинов, Василий Первухин, Илья Бякин, Владимир Мышкин и другие. Звезды проведут хоккейные матчи с любительскими командами Алтайского края и мастер-классы для юных хоккеистов. Для болельщиков будет организована автограф-сессия. Основные спортивные мероприятия состоятся 23 ноября в Барнауле на льду Дворца спорта Карандин-Арена. Как сложилась судьба алтайского Маугли, можно узнать со страницком «Самольской правды» Барнаул. Аджан Наумкин, который когда-то жил с родителями в землянке, уже пять лет живет в цивилизации. Он вышел к людям, когда ему было 20 лет. Писать, читать и рисовать юношу научили родители-отшельники. Когда Аджан впервые вышел из землянки, он поразил журналистов своим ангельским видом и вежливостью. Теперь молодой человек работает в Москве официантом в ресторане. О том, как живется Аджану в столице России и как справляется со сложностями, читайте на страницах комсомолки. Ученые алтайского политеха предложили включить в состав пшеничного хлеба грибной порошок чага, сообщает московский комсомолец на Алтае. Чага уникальный по составу гриб, который способствует выведению радиоактивных веществ из организма человека. В традиционной и народной медицине его используют для улучшения иммунитета и обмена веществ, а также нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Ученые уже получили патент на состав теста для производства хлеба пшеничного с грибами. Авторы патента – группа ученых Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии и факультета специальных технологий технического вуза. Московские кинематографисты снимут на Алтае художественный фильм, сообщает бийский рабочий. Это будет история современных Ромео и Джульетты, правда, героям не по 16, а по 70 лет. Действие фильма разворачивается на Алтае, там же и пройдут и съемки. В главных ролях снимутся знаменитые российские актеры, в эпизодах будут задействованы артисты алтайских театров. Чтобы выбрать места для съема, группа побывала в Барнауле, Белокурике, Горноалтайске, а также в селах края. Снимать картину планируют летом 2019 года.